Ну и развалюха. Больше похоже на берлогу нищего, чем на дом Марк Графа. Интересные у Лютика друзья. Тараул! Стража! Следы ног. Серебряный цилиндр. Такой же, как в каналах. Серебряный цилиндр. Серебряный цилиндр. Продолжение следует... Продолжение следует... Какое-то письмо и бутылка. Вино года твоего рождения и отличное, неожиданный букет непременно попробуй. Это, пожалуйста, положи потом бутылку на место. Год твоего рождения. Может, это про Лютика или про Цири? Годы 1245-1254. Такой-то щелчок. Кажется в соседней комнате. Продолжение следует... За мной следит Менге. Это он перехватил сокровища. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Сахар. И какие-то комочки в масле Виверны. Похоже, бомбу собрали тут. Инструкция по сборке бомбы, написанная... Лютикем Каликштейном. Инструкция по сборке бомбы, написанная... Неким Каликштейном. Игстра. И Трис. Не ожидал тебя здесь увидеть. Особенно в обществе, Трис. Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии. Очень мне любопытно, что это за руны на бомбе. Тебе это также любопытно, Трис? Нет. Но мне заплатили. Я обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалистку. На самом деле, Трис здесь за идею. Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев. А я смогу ей помочь, если верну казну. Кстати, или как говорят в Боклере Апропо. Ты не узнал, кто попер мое золото? О, стой. Сначала скажи, зачем пришел. Мы договаривались, что если я что-то найду, то сам к тебе вернусь. Вроде так. Но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть, все ли в порядке. Сердечно благодарю. Теперь можешь спать спокойно и запомни на будущее. Я умею о себе позаботиться. Ты заботишься о себе, а я о себе. Господа, я опольщена, что мне довелось увидеть эту словесную долю. Только помните, что в отличие от вас, я, выходя в город, рискую жизнью. Поэтому очень вас прошу. Давайте к делу. Ты напрасно беспокоил, Трис. Бомба нас больше не интересует. Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну. Начальник храмовой стражи, Эктекалип Менге. Вот, пожалуйста, Мериголь. Не только заработаешь, но и отомстишь. Геральт, ты не будешь столь любезен рассказать, как ты это узнал. Умираю от любопытства. Хенкель мне рассказал, старикам неплохо себя чувствуют. Он просто инсценировал смерть, чтобы сбежать от кредиторов. Интересно. Я не знал, что у него были долги. Были. А Менге обещал, что покроет их в обмен на помощь при ограблении. Так что... Геральт, ты как бы это помягче сказать. И здесь. Если ты решил, что я поведусь на эту неизвестно откуда взявшуюся байку, ты меня плохо знаешь. Ну, хорошо, я соврал наполовину. Я слышал о полу-лювах, полу-орлах. И даже о полу-рыбах, полу-людях. Но ты не убедишь меня, что на свете бывает полуправда. И все-таки попробую. Хенкеля я не видел, но твоя казна действительно у Менге. И узнал ты это с помощью хрустального шара. Может и так. Профессиональная тайна. Ты что-то от меня скрываешь. А я это ненавижу. Больше, чем Нильфгард. Но в конце концов мы работаем вместе по расчету, а не по любви. Кроме того, в твоем вранье должна быть хоть доля правды. Менге последнее время швырялся деньгами, хотя, по моим сведениям, у него не должно быть ни медика. И что теперь? Как я слышал, Менге по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуньи. В доках. Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом. Ага. Значит, мы делаем всю грязную работу, а ты сидишь сложа руки. Дорогой мой. Если я могу кого-то использовать, я так и делаю. Очень удобно. И безопасно. Давай, признайся, ты же боишься, Менге. Разумеется, я его боюсь. Он очень опасный, сукин сын. Полагаю, Трис со мной согласится. Я бы сформулировала это иначе. Но с общей мыслью я согласна. Сомневаюсь, что Менге по своей воле нам что-нибудь расскажет. Я тоже. Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку. Которых столь многое объединяет. И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь? Что мне и нужно. Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми. И с моей казной. Иными словами, ты нами играешь. Играю, что вы. Я просто направляю объединяющие вас чувства. Ну, голубки, мне пора. Удачи. Я не исповедуюсь Дикстри в сердечных делах. Верно. Я бы тоже не стала плакаться ему в жилетку. Ну, мы отошли от темы. Нам надо вернуть казну. Рис, я должен тебе кое-что сказать. В этой истории золото Дикстри интересует меня меньше всего. Я так и думала. Дело ведь в Цири. Да. Менги где-то держит Лютика. А Лютик с ней виделся. Это всё меняет? Слушай, встретимся на рассвете у часовни Вечного Огня. На восток от порта. Подумаем вместе, как попасть в казарму охотников. Идёт. До свидания. И спасибо тебе. Хватит сменять. Наш мир сгорит. Сгорит ветер на вогне. Хорошо, что ты пришёл. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне всё это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены. Охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберёмся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менги успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай. Если ты приведёшь охотникам подлую Трис Мерегольд, они не то что ворота откроют, они тебя ещё и к самому Менги проведут. Исключено. Это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менги меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менги гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего. Придётся брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или ещё лучше, о самой Филиппе? Он её ненавидит? Придумай что-нибудь. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо. А если нет? Я думал, тебе нужны деньги дикстера, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моём месте каждый бы. Нет. Не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. Мне всё это по-прежнему не нравится. Но что ж поделаешь. Пойдём. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чём ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай своё дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да? Хорошо. Чего надо? Я пришёл за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привёл? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. Трис Меригольд, ты перешёл с утопцев на чародейк? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопят самые большие. Рыбака за ляжки покусают. А они убивают королей. Плетут заговоры. Вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились. Раз и навсегда. Раз и навсегда. В подвал её. Полегче, я отдам ее Менге и никому другому Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику Придется вырвать Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать И тогда можно узнать интересные вещи Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она? Я тебе, кажется, ясно сказал Я буду говорить только с Менге А Менге с такими не разговаривает Тогда передавать ему привет от меня и моей подружки Мэри Гольд Добро! Бери ее и иди за мной Да никуда не отходи Многое можно узнать, если есть в руках кусачки Или раскаленные щипцы Здесь мы разойдемся Ты пойдешь к Менге, а Мерри Гольд будет за стеной Я ее не отдам, пока не получу Не тебе тут ставить условия Тирк, ты знаешь, что делать Ничего не скажу Ни тебе, ни ему Гордая, да? Ну, погоди Вырву тебе ногти Так запоешь по-другому Как хотите Пойдем, ведьма Покажу тебе, какие чары-мары Можно навести Обычными клещами Я сказал никого не впускать Если только нет сведений о Филиппе Эйхард А ведьмак говорит, что есть Каждый может так сказать Начнем с указательного Лучше с безымянного Сорока-ворона кашку варила Но не каждый приводит нам Трис Мерри Гольд Да, я уже слышу Сейчас я к ней подойду Но сперва поговорим Садись Выпей, ведьма Цидорийская Урожай 1261 года Год резни в центре Не врывайся Сорока-ворона деток кормила Курт Посмотри, почему госпожа Мерри Гольд так кричит Может, ей чего-то не хватает Горячего железа, например Раз уж мы заговорили о металлах Кубок из серебра Я так понимаю, ты хотел проверить Не Доплер ли я? Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом Осторожность никогда не помешает Ты бы удивился Сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное Ты еще не заплатил мне за ведьму А охотники уже рвутся ее пытать И что с того? Ты портишь товар, который тебе не принадлежит Этому дала Ублюдок нет Этому дала Успокойся Со мной ты в накладе не останешься За Мерри Гольд я выплачу тебе двойную награду Чем обязан такой щедрости? Но ведь ты отдаешь мне свою любовницу Тебе полагается доплата за моральный ущерб Да, я спал, Стрис Но какое это имеет значение Если ты даешь за нее золото? Ну да А я и забыл, что мутации отнимают у ведьмаков чувства Нет Хватит Я не могу Крепись, девочка моя Это последний палец И мы возьмемся за вторую руку Этому дала Этому дала Упустила меня суток Тогда мы наденем на суку обруч Из Двимерина Это ее успокоит Ты удивил меня, Геральт Быть может, мы еще договоримся Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе Но догадываюсь, что не поделишься этим задаром Чего ты хочешь взамен? Я ищу сокровища, которые до недавнего времени находились в собственности некоего Сигеройвина Вот тебе и раз Вижу, ты работаешь не только во славу Вечного Огня Но и на преступников Я работаю на тех, кто платит Как шлюха Более-менее Только спектр услуг отличается Где казна? В Коверском банке И ее не получишь ни ты, ни Робин А я думал, ты хочешь купить сведения о Филиппе Да Но не любой ценой Ну ладно В таком случае выпусти Лютика Сначала ты расспрашиваешь меня о деньгах преступника Теперь хочешь, чтобы я выпустил на свободу богохульника и дегенерата? А я-то считал тебя человеком В смысле, существом С некоторыми моральными принципами Я не из твоей сказки, это правда Но чтобы заключить сделку, нам не обязательно соглашаться во всем Мне и сделка-то не нужна Я могу просто заставить тебя рассказать все, что ты знаешь о Филиппе Сомневаюсь Искренне сомневаюсь Я человек великой веры Стража! Ко мне! Стража! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нашла что-нибудь? Субтитры делал DimaTorzok Я нашел письмо для Менге От какой-то шишки Видимо шпиона Шпиона? Сама посмотри Контактные ящики Условные сигналы А, действительно, смердит разведкой за милю Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить, только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече И ни слова о том, где она должна быть Может, Дикстра нам поможет? Он знает все Ты немного преувеличиваешь Не уверена Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстра обрадуется Ну... По крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги За невыполненный договор Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое Ладно, тут искать больше нечего Пора собираться С удовольствием Только лучше не через главные ворота Здесь мы разделимся Но сначала Надо будет пустить этот сарай по ветру Верно Мы оставили здесь слишком много следов Да А кроме того, мне надо выпустить пар Послушай Есть еще одно дело Только не здесь И, конечно, не сейчас Приходи ко мне Когда сможешь А теперь Пойдем уже отсюда Эй, там! Господин Ройвен просит на пару слов Вот же нетерпеливый сучий сын Что? Ничего Я скоро буду Кого я вижу? Геральт из Ривии Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь Где моя казна Мы с Менге Не сговорились Совсем? Совсем Это объясняет пожар в казармах Надеюсь, моя казна не пылает Вместе с охотниками? Нет Ой, деньги в Коверском банке Это ключ от сейфа В котором они задепонированы Ну и ну Ты заслужил медаль Похвалы можешь оставить при себе Меня интересует награда Геральт Все ведьмаки такие бесстыжи Или только ты? Что ты имеешь в виду? Ты меня обманул Снова Что? Ты с самого начала знал Кто вынес мою казну Но не захотел любезно Поделиться своими соображениями Зато я любезно помог тебе с казной Так что не надо истерить Я не шучу, Геральт Ты злоупотребил моим доверием Я как-нибудь пережил В этот раз, да Ну хорошо Пора свести счеты Это угроза? Напротив Ты мне помог Так что тебе полагается награда Несмотря ни на что Готов поспорить Ты все еще не знаешь Что с Лютиком Нет, но я напал наслед Кого-то, кто может знать Кажется, какого-то шпиона Он подписывается, как Еморлак Беда в том, что в письме От него написано Как организовать встречу Но ни слова о том, где Разрушенный дом в застенье Дай сигнал, и он придет в тот же день Перед полуночью Спасибо за помощь Не стоит благодарности Я всегда отдаю долги Даже лжецам А под конец, нижайшая просьба Никогда больше не пытайся меня обманывать Никогда Не знаешь, как бы откроют сведение Вообще-то Вообще-то Смотри, какой бродярь ối Но ... Ну... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не поскуплюсь на горы, если выслушаешь мою просьбу И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, говорил по своим кино... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так слухи встряли мухи Осталось спрятаться и подождать Хоть меня даже слепой заметит Замерю Лучшее место, чтобы спрятаться... Классика... Трис, откуда ты узнала, что... Ах да, Дикстра тебе сказал... Именно, а мне хотелось довести это дело до конца... Отличное место для свидания... Угу... Облезлый потолок... Грибок на стенах... В углу мышиный помет... Губы сами складываются, чтобы... Тихо... Он идет прячься... Менге... Менге... Заболел... Менге заболел... Тихо... Я не знаю кто вы... Но вы вляпались в собственное говно... По шею... Ты увяз еще глубже... Уверяю тебя... Но можешь еще вывести... Если ответишь на наши вопросы... Отвечу... На каждый одинаково... Пошла ты... Ты будешь говорить... Это вопрос времени... Поэтому сэкономи его для всех нас... И перестань строить из себя героя... А то что? А то придется наносить тебе повреждения... Неизлечимы... Я смотрю ты понимаешь толк в допросах... Я тоже... Ты будешь злым следователем с угрозами и пытками... А рыжая добрым... С обещаниями и сочувствием... И тут ты ошибаешься... Поумнел? Пошла ты... Я выдержу... Конечно выдержишь... Я только начинаю... Ты наверное думаешь что больнее не будет... Будет... Хватит... Хватит... Ну как... Будешь говорить? Буду... Буду... Только скажите... О чем? Чисто из интереса... На кого ты работаешь? Не скажу... И речи быть не может... Ты уверен? Ах... Родовид... Я работаю... На Родовида... Чего Родовид хотел добиться с помощью Менге? Очистить... Очистить... Подступы... Перед походом... Ну да... Город легче занять когда оттуда исчезнут чародеи... Сволочь... Он заплатит за это... Мы ищем Лютика... Я знаю что он попал в руки Менге... Так это... Это все из-за него? Из-за ебаного Министреля? Вы не могли сразу сказать вместо того чтобы херачить меня магией? Не верю... Из-за такой мутаты... К делу... Лютик на храмовом острове... В тюрьме под святилищем... Менге задумал для него показательную казнь в Аксенфурте... Боюсь эти его гастроли придется отменить... Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менге... Отданному лично... Зараза... Мы справимся... У меня есть мысль... Я потом тебе расскажу... Хватит... Мы узнали все что хотели... Я безмерно рад... Надеюсь что в таком случае мы забудем... Об этом неприятном происшествии и... Не так быстро... Геральт... Знаю... Он слишком много видел... Но как же... Ведь я вам... Я... Я ничего никому... Или он умрет... Или я лишен его памяти... Сотри ему память... Но... Я же помог... Помог... Это не страшно... Дай условно... Кайсли... Англии... Как ты себя чувствуешь? Отвратительно... Ужасно... Паршиво... Я долго могу продолжать... Но я хочу отсюда как можно скорее уйти... Умыться... И напиться... Может я тебя провожу? Не сегодня Геральт... Не сегодня... Есть еще кое-что о чем я хочу с тобой поговорить... Зайдешь ко мне попозже? Менге мертв, но... Мои неприятности не закончились... Ты говорила у тебя есть мысль как освободить Лютика? Да... Мы знаем что он должен быть отправлен... С острова в Оксенфурд... По личному приказу Менге... Верно? Точно... И в этом вся проблема... Менге умер... Значит... Об этом знаем только мы... Он ведь смог убежать во время пожара... Значит может и вернуться... Он... Или кто-то очень-очень на него похожий... Доплер... Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте... Который принимал облик купца низушка... Лютик говорил что он был тогда убедительнее оригинала... До такой степени что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон... Не моргнув и глазом... Ага... Только он скрывается... Может Присцилла нам поможет? Надеюсь... Абонирс Абонирс Один Ф Burrama Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...